Уважаемые граждане России, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днём Победы, с праздником, который передаётся из поколения в поколение. И который будут чтить наши внуки и правнуки, так, как это делаем сегодня мы. Сила духа и преданность Родине помогли вам, дорогие фронтовики, одолеть трудный и долгий путь к победе. Вы повернули ход мировой истории. Вы подарили жизнь и свободу будущим поколениям. Всем нам. И потому никакие текущие проблемы не помешают нам исполнить свои нравственные обязательства перед вами. Достойная жизнь ветеранов – одна из главных забот нашего общества. Ровно через год мы будем отмечать 65 лет Великой Победы. Этот День Освобождения будут праздновать вместе с нами в странах Содружества Независимых Государств и в других странах. Победа над фашизмом – великий пример и великий урок всем народам. Урок, который актуален и сегодня, когда вновь находятся те, кто идет на военные авантюры. Сейчас, как никогда очевидно, безопасный мир возможен лишь там, где строго соблюдаются нормы международного права. И потому наша страна выступила инициатором нового договора о европейской безопасности. Безопасности, основанной на надежном контроле над вооружениями и разумной достаточности военного строительства. На самом широком сотрудничестве государств и исключительно мирном урегулировании конфликтов. И мы будем твердо добиваться исполнения этих принципов. Уважаемые друзья, шесть послевоенных десятилетий сильно изменили весь мир и нашу страну. Но во многих российских семьях по-прежнему хранят фронтовые фотографии и боевые награды, берегут и перечитывают письма фронтовиков. И до сих пор, благодаря поисковой работе, открываются имена павших героев. Их подвиг никогда не будет забыт. И уже в наше время родилась еще одна новая традиция – акция «Георгиевская ленточка». Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на войне. Мы никогда не забудем жестокие сражения за Москву и Сталинград. 900 дней ленинградской блокады, Курскую дугу и тяжелые бои за освобождение Европы. Не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в тылу. Каждому из нас передан великий опыт. Он учит сражаться до победы, а перед лицом трудностей быть сильными. Брать на себя ответственность и за себя, и за свой народ. Защита Родины – это наша святая обязанность. Это нравственная основа для всех поколений. И сегодня, храня и приумножая победные традиции, по этой площади пройдут наследники героев войны. Среди них есть и те, кто в реальной схватке доказал высокую боеспособность современной российской армии. И мы уверены, любой агрессии против наших граждан будет дан достойный отпор. А будущее России будет мирным, успешным и счастливым. Слава солдатам Великой Отечественной! Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Победы! Ура! Слава народу-победителю! Ура! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ